Привет, друзья! Ну, у меня уже довольно темно в квартире. Я долго думал, снимать мне это видео или нет, но все-таки решился снять. Был я сегодня на рыбалке, и поймал я 4 леща. Сейчас я вам их покажу. Но готовить я их сегодня не буду. Я перенесу эту съемку на завтра на работу, потому что устал, во-первых, как собака, и других дел хватает. Супруга в отпуске, у мамы в гостях. А мы бьемся вдвоем с сыном. Так что у нас чисто мужская компания. Ну, давайте я вам покажу рыбу. Ну, они такие, не очень крупные. Как говорится, так только червячка заморить. 4 леща, как и обещал. Вот они, красавцы. Ну, какая мойка обычная, стандартная, вы себе представляете. Ну, вот такой вот лещ. Они очень большие, я унесу их на работу, там их на работе разделаю, и угощу персонал. А так я сейчас чисто для себя, для интереса взвешу самого большого монстра, что он потянет. Даже не знаю, какой тут самый большой. 3,840. Ну, этот может быть потяжелее, сейчас поглядим. 4,630. Ну да, красавчик. Ну, а дальше пошла уже мелочь. Все, наверное, вот самый маленький, только не знаю, сколько он, большого отдам дочке. Ну, а самого маленького, молоденького оставлю себе. 2,900. Красавец! Ну вот. Ладно. Буду, буду разделывать на работе. Не думаю, у меня в холодильник они так еле поместились. Да, я еще раз повторяю, это лещи. Ну, или подлещики. Не, ну я все-таки не удержался. Почистил я рыбу, ну пока только от чешуи. Ну, минут 40 у меня ушло, потому что, ну, лапки сами видите, какие они здоровые. Вот это моя рука, локоть. То есть я даже не знаю, сколько сантиметров. Но я могу измерить. Но я не могу, я возьму и измерю. Так, ну давайте самого большого. Ну, примерно. 72 сантиметра. Ничего так. Ну, теперь осталось спороть брюхо и удалить все внутренности, и удалить жабры. И можно везти на работу. Так, ну всем привет. Как и обещал, рыбу приготовлю на месте, у себя на работе, потому что дома времени на это совершенно нет. Так, сейчас посмотрим. Выберу самую крупную, чтобы всем хватило. Ну, возьмем вот это. Вот это мне нравится больше всего. Это пока уберем. У нас оврал. Слишком много работы. Мы вдвоем каждый день сейчас готовим на 700 человек. Это все нужно упаковать, запаковать, распределить. Посуды вообще уходит в море. Сейчас мне нужно просто подготовить немного еды для персонала, чтобы персонал накормить. Особо я кочевряжиться с рыбой не буду, потому что все емкости заняты. Скажем так. Все ждут сковороду. Я сказал так, пока я рыбу не пожарю, никто в сковороду не залезет. Но мне-то ее, господи, мне ее быстренько, раз-два и готово. Так, для начала я ее оботру, как следует, чтобы она по суше была. Жабры я удалил. Она чистенькая. Внутри вот этот сгусток, который бывает вот здесь, в этом месте, я его тоже удалил. Так, ну рыбу хорошо солю снаружи, внутри. Перчить я ее не буду, потому что я не люблю, когда перец горит на сковороде. Поэтому я добавлю пряность внутрь рыбы. Затем я рыбу просто обжарю и уже потом нанесу немножко кисло-сладкого соуса. Так, ну нужно немножко чуть-чуть надрезать, чуть-чуть, чтобы потом мне было проще порционировать ее. Ну, мой французский коллега пожелал одну рыбину взять с собой. Ну, мне в принципе для семьи хватит одной. Я предпочитаю все же морскую рыбу. Ну, раз попалась такая, что же... Но не водится у нас в Кельтских озерах морская рыба. Так, хвост я сразу отрежу. Плита у меня уже нагрелась. Припудру я немножко носик рыбе, чтобы она мне не прилипла на сковороде. Так, ну и отправляюсь в плите. Так, ну и обратную сторону тоже посыплю мукой. Так, ну пока рыба жарится, я разделаю другую рыбу на форции. Так, ну рыбу пора переворачивать уже. Плавники срезаю. Они нам не нужны. Фото, да. Это должно быть в голове. Да, да, окей. В голове есть другая, но... Нет, нет, нет. Давай с другой рыбой. Майк, уйдай. О, окей, извините. Мои компаньоны таких лещей не видели. Для них это тоже диковинку фотографирует. Так, ну вот и все. Рыбу разделали. Пока уберу ее в сторону. Рыба готова. Теперь ее немножко по-азиатски замариную. Немного азиатской смеси. Чуть-чуть кисло-сладкого соуса. Можно дать немножко чесночку. Буквально чуть-чуть. Так, одна сторона у меня готова. Сразу рыбу на решетку и все то же самое. Готово. Ну и теперь отправляю в духовку на 160 градусов. Думаю, минут 10, максимум 15. А теперь я отбланшировал для персонала дикорастущий брокколи. Ну, он так называется, если я перевожу. Значит, у него остались стебли. Они довольно длинные. Но это коллега мне отдал их. Ну, а почему бы я не могу использовать их сегодня для персонала? Почти как спаржа. Они на вкус очень прекрасны. Их можно хоть отваривать, хоть жарить. Мне нравится и так, и так. Так, сейчас принесу другую доску и мелко нарежу. Так, ну все, я запускаю. Пару человек пожелали шнирцеля, я сын. Но остальные будут рыбу. Ну и теперь нужно что-нибудь придумать для гарнира. Делаю проще. В этом случае, конечно, я не заморачиваюсь. Я беру то, что у меня есть. У меня, допустим, сейчас есть отваренные макароны. Вот их я и запущу. И также отправлю обжаривать. Я их уже отбланшировал, но я им хочу дать немного цвета этим стеблям от брокколи. Сковороду я уже выключаю, потому что мне нужно было прогреть только, в принципе, макароны, а стебли брокколи у меня уже были готовы. Их можно было так есть. Так, немного кисло-сладкого. Немного кетчап-мами. Немного азиатской смеси. Чуть-чуть чесноку. Граммульку чили. Так, все тщательно перемешиваю. И немного соевого соуса. Все. Ну и вынимаем макарошки. Отдельно у меня есть уже сваренный рыбный соус на основе сливок и рыбного бульона. Как он готовится, вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылку я вам оставлю. На кухне, конечно, очень важно, чтобы персонал был сытый. Иначе они просто звереют. Поэтому входит в мои обязанности что-нибудь всегда изловчиться и приготовить. Из всего, что есть, чтобы это было по-быстрому. Скажем так, параллельно, чтобы не мешало работе. Ну что, вынимаю рыбу сейчас и порционирую ее, чтобы каждый мог взять себе кусочек. Рыбу в общей сложности я продержал 15 минут при 180. Так, ну вот рыба, слышно, что она шипит. Сейчас я ее проверю, приготовилась ли она у меня до конца, чтобы не было недоразумения. Нет, все отлично, рыба пропеклась. Уберу-ка я доску, она мне мешает. Голову я сразу отрежу. Потому что немцы такое не очень. А нет, смотрю, вот по хребту еще немного нужно едать. Дам-ка я еще 5 минут. Возле головы он мне показывает, что еще немного сыровато. конечно, сложно сказать, насколько хорошо зайдет лещ для немцев, потому что слишком много костей у него. Все-таки он костистый. Немцы привыкли так, филе, чтобы филе раз и на матрас. Но не всегда наши желания совпадают со сбор достигли. Я его, конечно, разберу, насколько возможно. А там каждый пускай решает для себя, будет он есть рыбу или не будет. Если нет, то в принципе это азиатское блюдо, которое я подготовил, его можно есть как и вегетарианцам, так и мясоедам. Ну все. Я поехал кормить персонал. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok